обязательно пиши какой у тебя телефон nokia был у самого в прошлом и не забывай подписаться на канал на ютюбе и на яндекс дзене ссылочки все будет в описании ребят а на яндекс дзене выйдет еще очень короткий обзор данного аппарата вертикальном формате всем привет из 2006 года на самом деле это ретро обзор а это nokia n71 original тот телефон который я сам покупал в кредит сейчас вам про него расскажу и он полностью рабочий давайте его включим включался он раньше вот здесь это складушка наверху есть кнопочка которую нужно продавить и сейчас мы с вами видим то самое заветное ради чего все собрались и а ну-ка legendary ждем звук требуется какое-то время что включится да как как раньше ну давай давай анонсировано в 2005 году в четвертом квартале я себе такой купил в 2006 в кредит ребят оу-е оу-е вот это вот вообще звук конечно да оттасный на тот самый момент в 2006 году меня не было прям настолько много денег я столько не зарабатывал чтобы пойти купить себе крутой аппарат смартфон компании nokia это был не первый смартфон от nokia до этого был какой-то простенький совсем но это была первая покупка в кредит я не помню там 14 17000 он стоил или 20000 рублей и это было круто я взял кредит выплачивал в течение года и прям я какое же это было крутое чувство когда у тебя настолько крутой по тем меркам это был реально очень крутой телефон потом смарт ты мог ставить свое приложение ты мог сюда подсоединять к примеру кпк свой а в то время еще были кпк у меня тоже так есть если хотите тоже сделал ретро обзор рабочий кпк подсоединяется сюда через телефон выходит в интернет вообще взрыв мозга на данный момент такой телефон кстати охренеть стоит ничуть не дешевле его кач можно найти на алиэкспрессе ребята восстановленный представляете за 10 там 11 тысяч рублей охренеть в москве с на вид посмотреть то можно сейчас таки найти в рабочем состоянии 34 тысячи просто жесть представляешь телефон хранится уже сколько лет 14 получается 16 лет почти телефону он до сих пор может сказать имеет цену на 4000 рублей можно купить кто-то вообще за десятку продает просто жесть и вот мой рабочий телефон который я храню тоже мне нравится иногда знаешь заходить вообще посмотреть по ностальгировать вот он полностью рабочий кроме камеры потому что камера здесь по каким-то причинам она просто короче вот вот так вот телефон зависает короче она просто не включается вот при этом она включалась но не то что здесь прям карт памяти нет ее здесь конечно нету я вытащил лишь сейчас нет такой нет доступ к карте памяти использую сканице фона все и кар pollution просто камера не работает камерей здесь две то есть фронта . есть да при том фронта . со вспышкой насколько я помню или нет, нет, это по-моему не вспышка, нет, камера без вспышки, фронталка что-то может быть запутался, видимо какой-то датчик, кто помнит, что это такое, потому что вспышка здесь основная, хорошая, на N71 у нас 2 мегапикселя камера, видео конечно снимает и фото так себе, то есть знаешь, вроде 2 мегапикселя, но в то время все еще пользовались портативными фотоаппаратами, маленькими цифровыми, вот здесь смысл в чем, когда звонят, цветной дисплей все отображается, он большой и здесь по нему можно переключаться, есть у тебя какие-то уведомления, вот при помощи этой клавиши ты мог либо, во-первых, включить там камеру, то есть и так можно было, то есть какие-то действия производить я уже точно не помню, но вот сейчас по факту, видимо это что-то с камерой было связано, либо с уведомлениями, так что сейчас вот если нажимаешь ничего не происходит, но клавиши рабочие, очень легко все это дело так снималось, частенько этим пользовался, здесь у нас ну что, камера, вспышка, это вот у нас клавиши здесь и в принципе все, и антенки какие-то, так, большая проблема данных аппаратов была в том, что дисплей, а сейчас он заблокируется, вы посмотрите, дисплей, короче, затирается об клавиатуру, это вечная была проблема из того, что вот клава как-то выступала, то есть, во-первых, сама клавиатура, видите, стесывается, и она же царапает дисплей, вот видите, вот эти царапинки и дисплей тоже, когда он выключен, короче, весь тоже поцарапан, клава, насколько помню, прям очень легко когда-то вынималась, ее можно было там подцепить, сейчас, видимо, ногти не такие острые, но, конечно, клава снимается, ее можно еще там при желании заменить, очень хорошо с этим было, то есть, какие-то запчасти, хоп-хоп, поменял все рабочее, сам механизм работает просто идеальнейшим, спустя сколько время, это удобно, сейчас, если ты пользуешься какими-то раскладушками, сенсорами, очень часто тебе приходится его открывать, когда ты начнешь соцсеть проверить, открыл, все, полистал, раньше тебе звонят, открыл, алло-алло, закрыл, все, пошел дальше, и это было раньше удобно, и прикиньте, до сих пор этот механизм действует, значит, здесь не очень удобно использовалась вот эта вот гребенка, во-первых, для подключения наушников, и во-вторых, для подключения там к компьютеру, вот эта гребенка, видите, вот постоянно вот эта тема, вот эти контакты затирались, но я думаю, что если у вас тоже была Nokia, вы тоже в курсах, их надо было чистить, какие-то контакты не работали, за ним нужно было ухаживать, пока, конечно, полная жесть была, зарядочка тоненькая, Nokia, сейчас тоже раритет, но вот, пожалуйста, тонкая зарядка есть, заряжается аккумулятор, сейчас держит, но аккумулятор оригинальный, на полдня его хватает, сейчас вот он полностью заряжен, но он может сразу висеть, аккумулятор, конечно, еще там можно Алик сейчас докупить, значит, карт памяти, сейчас она не установлена, использовалась здесь Mini SD, вот, это что-то такое, значит, переходный вариант, если вы не в курсе, между SD-шкой и Micro SD-шкой, это была Mini SD, то есть пополам отрезанная SD-шка, скажем так, вот, она вставлялась сюда, я уже даже не помню, насколько максимум гигабайт, может быть, на один, а может быть, на два, и есть даже штучка, куда можно было привязать ремешочек, и этим очень много кто пользовался, здесь у нас инфокрасный порт, кстати, да, тема такая, что если нужно было что-то перебросить, здесь уже, конечно, по Bluetooth-у все перебрасывали, но инфокрасный порт, это была идеальная тема, потому что если ты с другом хотел что-то обменяться, и ты там подносишь, я просто не помню, на этом есть, нету, может быть, вот здесь вот, хотя нет, короче, если хотите, есть еще вот такой тоже, мой телефон, потом тоже сниму ретро-обзор, хопа, подсоединил, по инфокрасничку там перекинул все, но это было раньше, здесь, поскольку по строку, но инфокрасник, ладно, есть, здесь у нас динамик находится, а, один, получается, с этой стороны, я уж сам даже не помню, по функции, значит, что, можно было устанавливать приложухи, у тебя здесь прям, можно сказать, ну, как, многозадачность, в галерее, наверное, ничего нету, а ну-ка, картинки и видео, еще сохранилось или нет, открывается, нет, какие-то два видео, ну-ка, музыка, может, какая-то есть, я сюда специально, нет, загружку дорожек, аудиоклипы, аудиоклип, и что такое, да, послушаем, что-что, конечно, странно, он вроде 8 секунд длится, но проигрывает только почему-то одну секунду, непонятно, вот, конечно, ни хрена тут нету, музыка, аудиофайл, давай, заходим в менюшку, Symbian, по-моему, S60, да, называлось так, контакты, ну, контакты, о-о-о, контакты сохранились, ни хрена себе, я их даже не буду удалять, календарь, галерея, да, в принципе, здесь ничего, вот, режиссер, реалплеер, фотопечать, флеш, проигрыватель, сейчас здесь ничего нет, потому что я его сбрасывал когда-то, мои приложения, тоже все стандартно, здесь ничего установленного нету, средства это настройки у нас, перенос, диспетчер-приложение, режимы, тема, офис, заметки, конверсер, калькулятор, диктофон, по связи здесь еще у нас, блютуз, фокрасный порт, кабель, синхронизация, push-to-top, 5T, да вот, в принципе, и все. Сейчас, на данный момент, очень хорошо можно поставить симочку и позвонить, и при этом все работает. Есть еще такое специальное менюшка красивая, нажимаешь отдельную клавишу, на нее можно, точнее, вот, если нажать-удержать, то включается какая-то функция, а если один раз нажать, то это такое, хопа, менюха, смотри, какая вырезает, здесь можно сразу перейти в какой-то раздел, то есть такая дополнительная клавиша быстрого доступа. Зато, видите, какие интересные времена, сколько лет прошло, а до сих пор телефон в цене, и, как бы, йоу, конечно, я не вижу смысла сейчас его там отдавать, знаешь, чтобы ему сделали камеру, но это больше, так, знаешь, вот у меня есть коробочка там, старая техника, то есть что-то хранится, что уже, ну, в принципе, можно его продать, там, знаешь, за 2000 рублей, но оно того стоит, то есть она может достать, как бы, знаешь, такой, офигеть, были времена зайти там покопаться, потому что все рабочее, кроме камеры, вот, и на худой конец, если там наши смартфоны все нахрен заблокируют, там, айфоны, там, андроиды полностью все, пожалуйста, симку вставляй, звони, ну, меня, конечно, поражает цена на данный момент на Алиэкспрессе, ребят, вот это восстановленное 11 косарей стоит, ну, это жесть полная. Пишите в комментариях, какие у вас были вообще у самих телефоны ретро, какие вообще есть у вас в наличии, у меня есть целая коробка, то есть гаджетов, которыми я пользовался, если вам интересно, дайте знать, потом могу запилить на такой вот интересный телефон, если кто помнит, так, я быстренько покажу, расскажите, какая у меня фишка основная, тоже Nokia, этот телефон я покупал Ольке в подарок на день рождения в свое время, да. Ну что, с вами был Илья, до новых встреч, пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok